Всем привет, ребят! Так как мы уже закончили с брусчаткой, со стенками здесь, сзади этого дома на озере. Это уже, наверное, шестое видео, наверное. Так что, если кто не смотрел предыдущие видосы, посмотрите предыдущие, потом вам будет понятней. В общем, сейчас покажу, что мы здесь делали, что мы собираемся делать. Для тех, кто в первый раз на моем канале сделали брусчатку, сделали вот эти стены, вот так все выглядит. Делали ступенечки вот такие из камня, по-моему, с натурального даже. Хаотичная вот такая вот брусчатка с серыми камнями, вот так. Кому интересно, зайдите, посмотрите предыдущие видосы. Вот так все выглядит, очень круто, красиво. Специальным песком засыпали швы эпоксидным. Здесь вот гаттеров, этих жалобов нет, капает здесь. В общем, сделали здесь. И, ну это опять-таки для тех, кто в первый раз на канале. Ребята, вот такое вот красивое озеро у нас здесь. Работаем, не покладая рук. И, я как-то говорил, что это будет последний видос, уже, наверное, два раза. Поэтому здесь очень много работы. Поэтому я здесь нахожусь и здесь и снимаю. Отлучались на одну маленькую работку, но это, и это даже я не снимал. Короче, сделали здесь брусчатку, тоже со стенкой. Кому интересно, заходите на канал, посмотрите, как мы это делали. И сделали пляж, засыпали песком. И сделали ступенечки для пляжа. Вот так это выглядит, ступенечки для пляжа. Первую ступеньку бетонировали, чтобы, если вдруг поднимется вода так высоко, хотя они говорят, это бывает крайне редко, то, чтобы не подмыло первую ступеньку, обложили все камнями и все как бы держится на ней. Ступенька лежит на камне, тоже, кому интересно. Сейчас в этом видосе, ребята, мы делаем орошительную систему, как у нас называется, спринкл-система, на таком вот красавце экскаваторе старинном. Для этого нам нужно сначала прокопать. У нас будет тут, получается, у нас называется low pressure, это низкого давления трубки. Это чтобы, знаете, там цветочки, кустики поливать. Здесь будет цветочки, кустики поливаться. Вот таким вот маленьким low pressure получается. Тубень, ну труба, вот такая тоненькая, она, ну, мягкая, ее очень легко протыкать специальными такими, еще меньше трубочками от нее идут, и они идут уже к каждому кустику, чтобы поливать капельно, капельная система. Ну, low pressure, это, так можно сказать, капельная система. Но здесь у нас будут четыре линии идти, одна на капельную и три на 20-фитовые. 20-фитовые это будут сколько? Больше 6 метров, наверное, да? Они брызгают на 6 метров. И здесь будут три линии. Одна сюда, посередине и на самом краю. Еще спереди дома, но наперед мы пока не идем, потому что не хотим, пока не закончим здесь, чтобы всю технику отсюда убрать, все отсюда убрать, чтобы сюда уже назад двора не возвращаться, так как мы вот так ездим между домами, между домами здесь и с краю там, там дома нет. Ребята, подписывайтесь, смотрите, что мы здесь творим. Мы находимся в Вашингтон, США, USA. Так что так, приятного просмотра. Для начала надо разобраться с этой землей, потому что здесь надо землю насыпать для цветочков, а потом копать для линий, но будем мы экскаватором, потому что не хочется, Миша, не копать вручную. Мы вчера копали, Слепа, нам такие брызги, у тебя такое... Ну где узко, да, там вручную, а так, короче, погнали. Я думаю, сюда хватит это. Давай. Давай. Дмитрий. Миша. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Куда-то она идет Идет, идет Сейчас на экскаватор намотаю Вон еще получается идет старая Она наверное так и шла Как мы копаем Но мы так и будем туда вот А погодка сегодня Вообще Лучше не придумаешь Короче ребята Заместо того чтобы сделать Спрингл в систему Орошение, систему орошения Мы короче сделали здесь По быстренькому вот такой вот Брысчатку Соединили эти ступеньки И соседские Но они пользуют Вместе этот рэмп Так что вот так Ребяточки Пойдем, пойдем, пойдем Начали Спрингл в систему проводить Мишанин у нас уже Разматывает Здесь будут Четыре линии Три будут на На зал На этом Как его На включатель Одна будет Короче мы Такую вещь придумали Ну как Чтобы когда с пляжа Выходишь Чтобы можно было Сполоснуть ноги От песка От всего Короче тоже кинем Одну линию И короче там Где мы сделали Брысчатку Там будет Стоять кран Для этого Но он будет без вал Все время там будет давление Но на зиму По-любому придется Продувать Потому что Если не продуешь Замерзнет Так что так Здесь будут у нас ящики Здесь будут Четыре линии Короче ребята Засыпаем линию Только в тех местах Где у нас Не будут Сами эти Спринкл хэдс Сами вот эти вот Поливалки Короче Вот Делать синее Это получается Там будет На том углу На том углу И на том углу Потихонечку засыпаем Еще Получается До сюда Дойдет еще Одна линия Оделись По погоде В общем Чтобы здесь Закончить И вывести Экскаватор Надо закончить Спринклс Чтобы их Закончить Короче Набрали Не набрали У нас оно и было Так Так Это Волок Нам надо будет И резьбу Погодка Честно говоря Вообще Не шепчет Здесь Такой вот Закручиваешь Просто На мат Закручиваешь Все Если даже Протекает Не важно Красота Вот так Угловой Будет А остальные У нас есть специальные Я вам покажу Как они одеваются Вообще Вещи Можно этот Костерчик Развести Руки Погреть Что-то Ну Минус Один Сегодня Запомнил Где Ну Здесь Где Царапнуто Колечко Надо Чтобы Было Точно Так Давай Разогреем Слушай От звука Прямо Теплее Становится Ух ты Легко Вообще Просто Это же Мунди И Все Змерзли Руки Да Да Я же тебе говорю Эти перчатки Они классные Теплые Но Они Как смехом Но Им С ними Работать Вообще Гуд И Закапываем По Что-то Ты Не Докапал Во Вот так По высоте Не Наверное Повыше Со ступенькой Трава Скорее По Ступеньку Будет Давай Я держу Как Надо Ты Засыпай Дядя Леша Где-то Едет Не Он Был В магазине Он Еще Везет Став Кое Какой Так Я что-то Ниж Держу Вот Так Это Выглядит Ребята Если Б Мы Еще Не Знаем Скорее Сего Они Траву Будут Сеять А не Стелитесь Просто Большая Площадь А трава Которую Стелет Она Не Дешево Стоит Дешевле Посеять Поэтому Надо даже Выше Чуть Засыпать Под Самую Верхушку И Короче Вот так Это Выглядит Получается Ты можешь Настраивать Ее Не туда Здесь Специальный Ключ Есть Когда Давление Воды Она Приподнимается И Орошает Только Ее Надо Развернуть Туда Куда Нам Надо Здесь Есть Специальный Ключ Дырочку Засовываешь В Отверстие Есть Вот Показана Стрелочка Плюс Минус Чтобы Угол Настраивать Радиус Мы на четверть Сделали Вот так В углу Она Бьет Как там Написано Бросай На Почти 30 фит Это очень Это очень Много Там 39 До 39 22 До 39 Это Хватит Да Леха Вот эти Самые Купил Мощные Мы их С этого Края Поставим Из того А потом Он там Дальше Поменьше 20 До 12 Метров А здесь Вообще Другая Система Одеваешь Вот такой Вот Кожух Ставишь Ровно Как надо И здесь Вот Здесь Вот такая Пика С резьбой И Закручиваешь И Она Прокалывает Там Где Надо Все Проткнула Там Где Надо Выкрутить Другой Размер Переходник Нам нужен Надеюсь Леха Вот он Не знаю У нас Таких Не сильно Много Надеюсь Леха Купит С маленькой На большую Не Не Вот здесь Я уже Закрутил Да Неси Эту Спринкл Ребята Скажите Как они Называются По-русски У нас Называется Спринкл Как тогда Может С орошением Связано И Все Ничего Обрезать Не надо Просто Она Протыкает Не надо Ну-ка Посиди Тут Стрелочка Еще Оборот Или Нет Подожди Ключом Этим Поднять Посмотрите Потому что Нам надо Вот Сюда И Сюда Угол Как бы Ничего Не Снести Периодически Находим Старый Испринкл Обрезаем Как они Были Мы Не знаем Где-то Были Да Здесь Уже Так Поравняли Сбоку Чуть Работа Шуршит О Солнышко Солнышко Боженька Нас Балует Солнышко 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 Все Все Ровненько Классненько Классненько Ну Получается Мы Что сделали Сейчас Буду Показывать Четыре Линии Идут Одна Пошла Сюда Здесь Поливает Потом Идет Еще Одна Вот Здесь Поливает И сюда Чуть Вот Здесь Палочка Стоит И Потом Идет Лоу Прешер Сюда На Вот Эти Два Огородика И Еще Одна Идет Простая Потом Вот Туда Выведем Чтобы Из пляжа Когда Подымаешься Чтобы Ноги Сполоснул От песка Там Будет Без Валва Просто Все Время Вода В давлении Быть Лоу Прешер Это Получается Там Такой Валв Он Просто Уменьшает Давление Чтобы Капельники Не Повылетали Здесь Получается Будет Кустики И Каждому Кустику Своя Маленькая Трубочка И Там Такая Капелька Капать Будет Так Что Траву Я Так Понял Будут Они Не Засеивать А Называется Hydra Сид Такая Труба Типа Как Красят Травой И Она Потом Прорастает Потому Что Не Хотят Они Стелить Слишком Много Дороговато Будет Здесь Застилать Да И Нам Работа Так Задули И Забыли Кстати Вот У Соседей Буквально Когда Там Месяц Назад Задули Может Больше Там Полтора Месяца Назад Задули Уже Вон Вся Зеленая Там Всякие Химикаты Добавляют Что Она Там А Это Искусственно Ребята То Вы Думаете Что Это Трава Это Искусственная Для Гольфа А Здесь Будет Натуральное Все Кустики Все Красота Выровняли Землей Все Ровненько Сейчас Доделаем Спринкл И Сзади Ну Поливочную Систему И Идем Наперед Наверное Потому Что Здесь У нас Осталось Эпоксидкой В эту Половину Засыпать Но Это Уже По теплу Будет Доджди У нас На следующей Неделе Начинается Поэтому Не Получится Сделать И Идем Наперед Там Ребята Работы Так Что Хозяин Экскаватора Планирует Забрать Свой Экскаватор Это Я говорю Сирота Сирота Ну Как бы У него Хозяин Хозяин То есть Не тот Кто В нем Работал Ну А сам Хозяин Как бы Экскаватор Забирает Он Будем Собирать Сам Сам Бакс В котором Будет Вся Эта Система Работать Покажу Как Мы Все Это Делаем Включать Наверное Мы Не будем По Весне Уже Будем Потому Что Наберется Воды И Надо Будет Продувать А так Просто Уедем Как говорится И все По Весне Приедем Включим Теперь Конечно Вид Еще Открылся Потому Что Была Куча Здесь Земли Этой Стало Видно Тут Поправим Щебеночку Потом Это Уже Наверное После Того Как Сделают Эту Бордик Здесь Из бетона Будет Такой Выливаться Но Это Не Мы Делаем А За Бортиком Надо Будет Щебеночки Досыпать Вот Спринкл Хэтс Наши Стоят Флажки Не Купили Надо Флажки Делать А то Мы Боимся Снести Где-то Здесь Был Еще Один Вот Она Земля Мягкая Все Это Конечно Сядет Вот Этот Получается Здесь Сделаем Кран И Так Здесь Где-то Было Вот Она Они Наверное Специально Пацаны Положили Чтобы Видно Было Ну Флажки Не Купили Что Забыли За Них Вот А Вот Это Будет Получаться Здесь Из Пляжика Подымаешься И Это В нем Будет Все Время Давление И Помыл Ноги Там Вышел Вот Так Вот Ребята Все Смотрится Вот Представьте Что Вот Это Все Зелененькое И Дом Покрашенный По Моему Будет То ли Белый То ли Черный Не Знаю Вот Один Флажок Был У Нас И То Не Было Мы Нашли Здесь И Вот Там Где Палка Торчит Чуть Чуть Правее Как раз Про Партилайн У них Идет Вот Так Посередине Здесь И Это Не Как Общую Сделали Ну Попросили Нас Но Я не помню Что мы им Обещали Но Они Сказали Что мы Должны Были Это Сделать Ну Мы Сделали Чем Мы За Пол Дня Сделали Ну В принципе Make sense Что Как Ты Выходишь Тут Красивенько Так А потом По травке Типа Идешь Так Что Вот Так Выехать Мы Не Можем Там Какие Ребята Перекопали Вручную Американцы Проводят По моему Интернет И Поэтому Там Мы Не Можем Экскаватор Вывести Сейчас Ну Они Привезли Свой Потому Что Там Нереально Мы Быем Выкопали Но Носков Двухфитовый А Им Надо Один Фит Шесть Я Выкопаю Им То Там Будет Яма Огромная Здесь Конечно Очень Классно Получилось Вы Наверное Скажете Серега Сильно Много Базаришь Давай Закругляйся Вот Короче Четыре Линии Сюда Заходят И Мы Будем Сейчас Делать Пакс Такая Система Новая Не Сильно Нам Нравится Но Нам Надо Это Делать Потому Что Люди Хотят Заработать Денег На Нас И Придумали Какую Ерунду Которую Можно Без нее Обойтись Вот Это Называется Backflow Как она Еще Называется Backflow Дабл Чек Трипл Чек Короче Кто-то Спрашивал Как Газ Подходит К дому Вот Так Пластмассовая Труба Рыжая Желтая Идет Соединяется Сюда Заходит В Миттер С миттера Вот так В дом Все Вся Система Проблема В том Что вода У нас Здесь Она Идет Землю Так Потом Вот сюда Приходится Делать Потому что Здесь Место Занято Здесь Будет Кондиционер Стоять Мы Здесь Сделали И Удобнее Все Но Там Занято Мы Поэтому Сюда Выводим Втроем Ты Не в ту сторону Ты Не в ту сторону Что ты К моей бороде Я все говорил Мотай Правильно Сразу Пятером Делаем Один держит Другой Мажет Вообще Один снимает Вообще Смотрите Кинорепортер Не вытирай Ты уже Все У тебя Уже Не двинешь Ты Все Все Получается Вот она Пошла С дома Там Тоже Есть Внутри Закрываешь Все Я думаю Нормально Подняли Сюда Сюда Backflow Сделали Extension Дальше Чуть Прям Хорошо Понимаешь О О О О О О О О Печатки Вообще Нормально За твои Рукам Тепло Слушай Ты недалеко Сделал Нормально Да нет Вроде Короче Не гнется Труба Мы С уголочком Пришили В детстве Все любили Так делать Всем привет Новый день Вчера уже Немного Темнело Земля Замерзла Стала Твердая В общем Мы Сделали Вчера Уже Вот такие Баксы Подключили Два Через Валв Эти Валв Они Электронно Открываются То есть Вода Находится Если на лето Открывают Внутри Дома И вода Проходит Сюда И находятся В давлении Здесь А вот эти Они Открываются Электронно Я вот Сейчас Думаю Провести Этот провод Для электронного Вот здесь Вот здесь Ну его Под землей Просто Кидают Без всяких Труп Без всяких Ну Там Не обязательно Чисто Под землей Проведу Сюда Наверное Веду Сюда Зайду Под Сайдинг Что дверь Заедает Выведу Здесь И наверное Где-нибудь Здесь мы Его поставим Ну чтобы Контроллер Этот Контроллер Еще не купили Леха что-то Не купил Забыл Наверное За него Надо будет Здесь его Поставить Вот это Вот ерунда Ребят Вот это Ерунда Называется Backflow Вот это В ней Вообще Не знаю Не вижу смысла У меня Дома Без него Работает Все Замечательно Ничто Не замерзает Ничто Не Короче Вообще Это Новые Правила Они уже Несколько лет Существуют Ну Толку в них Нет И у меня Из железной Трубы Здесь почему-то Вывели Пластмассовую То есть Придется делать Из пластмассовой Мы немножко Не поймем Как оно должно Быть Ну Типа мы должны Так Ну и здесь Могли делать Баксы Но здесь Занято Здесь будет Кондиционер Стоять А вывели Вот сюда В эту Здесь Делаем Ну ладно Это не Проблема Проблема В том Что Глубина Промерзания У нас 2 фито Ну как Нас Заставляют Заливать Бетон Если заливать Поддон То 2 фито Это 60 сантиметров Но земля Не промерзает 60 сантиметров Даже Наверное Фит не промерзает Это на 4 сантиметров И за Вот эту Я не переживаю То есть Она будет Засыпана По В уровне Вот этого Вот верха То есть Она не будет Замерзать Там Фит почти Что 30 сантиметров Есть Но вот эта Часть Она всегда На улице Будет Я не знаю Как они Она не продувается Обычно Мы на зиму Продуваем Всю систему Воздухом И выдуваются Все эти Ну эти Как они Называются Напишите Кто знает У нас называется Спринкл Хэтс Сами Которые Откуда Вода Вылетает Ауч Здесь Мы еще В принципе Должны Щебеночкой Засыпать Ну Постелить Материал И Щебеночкой Красивой Чтобы Не видно Было Землю Ну Хозяйка Что-то Говорит Мне нравится Земля Может быть Мы И так И оставим Землей Там На углу Два Вот Вот здесь Короче Между ними Где-то 20 фит Это сколько 5 метров И они 20 фит То есть Они Перебрызгивать Будут Друг друга И Один Посередине Сделали Он будет На 360 То есть Ну Чтоб Пятачка Сухого Не было Ну В общем Вот так Рассказал Что есть А я Пока Кину Провод Немножко Запарился Вот этой Вот Проталкивал Проталкивал Специальная Штука Для Электриков Называется Fishfire У нас Оказалось 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 Что Здесь Блочок Стоит Я Короче Вырезал Здесь Дырку И В дырку Там Просунул В отверстие Уже Под Заземлением Которое Идет Вывел Сюда И Вон туда На улицу Высверлил И все Здесь просто Стекловато Обычно В гараже Стекловато Сильно Не делают Но Здесь захотели Чтоб был Теплый гараж Поэтому сделали Стекловато Тяжело Пропихивалось Ну Нормалек Здесь Вывел Провод Здесь Красильщики Потом Засиликонят Потому что Мне надо было Высверлить Так Хотя Я мог и Отсюда Вытащить Но Вот так Пойдет 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 И в Баксы Все Гуд Ребят Купили мы Кресло Но Походу Походу Мы не успеем Поработать На кресле Новом Купили мы Кресло Но Придет Через 10 дней А на этой Неделе У нас Его забирают Поэтому Мы Уже Наверное Потом Установим За 300 С чем-то Баксов Мы купили Кресло Надо у Лехи Спросить Он со спинкой Взял Наверное Со спинкой Так что Нам потом Придется Либо брать В рент Либо покупать Свой Ну Мы пока Еще Пока Не знаем Пока Мы Работу Над Спрингл Системой Бросили В общем Так Так как Экскаватор Забирают Мы Решили Короче Сделать Все возможное Что Что Можно На нем Сделать Мы пока Спрингл Систему Оставили Надо будет Поувозить Землю Как бы Работа Неинтересная Но Ее надо Сделать Иначе У нас Это будет Нечем Сделать Есть Такой Подъем Есть Чуть Чуть Трещет Но Нормально Сюда Вот Такой Видос Там Тебе Говорили Почему Без Каски Работаешь А Ты В Ковш Сел Тебе Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор 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 Доброе утро Если Можно Его Так Назвать Чуть Чуть Насыпало Снега Что То Мы Смотрели Не Должен Был Быть Сегодня Снег Ни Шиповку Не Поставили Никак Не Подготовились Думал Я На Этой Неделе Не Успеваем Мы Закончили Этот Объект На Улице Еще Немножечко Надо Нам Теплых Деньков Которых Нет У Нас Я Скольжу Вообще Я Надеюсь Почистят Там Дороги Так Что Наверное Увидимся Уже Там Запел У нас Вот Такая Обстановка Нормальная Зато Не холодная И Ветра Нет И Дождя Нет Это Вообще Ерунда О Капец Закоптил За место Сприкосов У нас Есть Что Поделать Здесь Надо Пейверс Сделать Брусчатку Ну Это Я Снимать Не Буду Потом Уже Покажу Как Получилось Здесь Надо Делать Стену Вот Такую Как Там Вот И Тоже Брусчатку Ступеньки Линии Здесь Потом Одна Сюда Пойдет А Другая Пойдет Наверх Туда Водичку На Маленького Давления Здесь Вот Выкопали Ребят Смотрите Какая У нас Земля У нас Просто Просто Это Скала Уже 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 Вывезли Отсюда Всю Землю Вот Здесь Была Гара И Ну Вы видели И Вывезли Огромные Камни Которые Я выкопал Здесь И Пока Копал Короче Ломанули Эту Линию Короче Надо Здесь Ее Найти И Переделать Это Ну Там Провода Еще Нет Так Что Пока Есть Что Делать Поснимаю Уже Когда Мы Закончим Другую Работу Здесь Кстати Было Сфальт Раньше Его Будут Менять Этот Менять Будут Полностью Срезать Этот Будет Менять Полностью Срезать Ну Как Здесь Сделали Новый Соседа Тоже Получается Страховая Компания Покрывает Хотя Я не знаю Что С ним Будет От пожара Ну Расплавится Смола Но Она Потом Опять Дело В общем Снизу Все Поднимаем Наверх Капает Тебе Капает В общем Опять Занялись Спринкл Системой Этот Вот Называется Low Pressure Это Низкого Давления Ну Чтобы Кустики Поливать Я Не знаю Неужели Нельзя Было Придумать Что Что Другое Ну Такая Здоровая И У нас Таких Четыре Штуки Получается Или Три Три Да Три Да Так Эти Четыре Идут Туда И еще Две Пойдут Наверх Получается Две Low pressure Наверх Идут Давай Тяну Ну Ты Попади Там Я Попади Я Попади Погодь Погодь Что Там Зацепилось Че Идет Идет Все Ну Тебе до Конца Надо Отлично Соединили Вот Так Два Штуки Поливают Весь Задний Двор Это Чтобы Вода Была Сзади На С пляжа Когда Выходишь Ноги Мыть Один Идет На Кустики Идва Наверх Еще Осталось Краник И Здесь Готово Краник Для того Чтобы Зимой Продувать Чтобы Воду Спускать Нажал Вода Ушла И Это Чтобы Продувать Короче Вот так Идет Весь Процесс Сейчас Еще Доделаем Эту И Засыпаем Собираем Электрику Короче По Одному С каждого Берем Кто Будет На На Черный Идти What? Who's the boss? Kinda About What? Give me Give me A second Yep Да Сосед Что-то Пришел Борзой Какой-то Сильно Короче А здесь Уже Выбираешь Типа По По Цвету Подожди А что Я Черный Мин Он У меня Отлег Черный Сюда Не Соединил Короче Все Черные С одной Стороны По Одной Черной А потом Каждого По Цвету Должно Быть Шесть Штук Раз Два Три Четыре Пять Шесть Этот Я Сюда Не Соединил Капец Все Откручиваем Эти Короче Скрутки Они С Солидолом Внутри Хотя Это Как Сказать Не Сильно Как Это Двенадцативольтовая Или Как Она Назвать Да Вот Она Солидол Там Ну Она Уже Все Уже Считай Выкрутил Вот Это Маленькая Скрутка На Такую Пачку Не Знаю Пойдет Она Нет Меня Отвлек И Я Короче Эту Не Соединил С Этой Впос Вместе Скрутил И Все Так Не Работает Теперь Все Солидол Е Мое Специальный Солидол Электрический Давай Тогда Новое В принципе Их Вообще Можно И Не Делать Эти Провода Они В 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 Работать Это Так Чисто Как Сказать Бизнес Бизнес И Каждый Цвет Тут Уже В В В Намотать но желтый дальний эти желтый и вот этот красный или розовый он идет он идет на задние поливалки остальные будут лов над эти оба эти оба идут назад какой какой это уже не имеет значения к разница карантин на компьютере включим уже эти два на одинаковое время поставим это вообще вода а эти тоже на свое время какая разница короче работаем над дрейном от гаража получается если сюда вода будет идти она будет затекать вот в этот лоток и потом по трубам и туда в озеро а это ливневка то же самое короче вот этот отрезок сколько метр сколько думаешь мешать метр он до или чуть больше нет у 4 фита это сколько ну короче 200 баксов сколько 250 200 210 долларов вот этот кусочек 200 долларов ребята не прибег не прибегняйся это еще без решетки это еще сверху поставить решетку надо заплатить здесь больше двух штук ладно бобика накормили сейчас будем засыпать ребят помните я как-то говорил потом из видосов что на экскаваторе не так уж и тяжело научиться работать и время тренируйся и пошел вопрос в другом хочешь ли ты этим заниматься ведь это ж не просто ты сидишь в тепле и копаешь приходится выходить в грязи работать да можно заработать но хочешь ли ты этим заниматься вот в чем вопрос вот мешание чё думает по этому поводу а рычажками тут управляешь а в реальности все намного хуже короче пришлось эту линию ввести вокруг дома здесь пока остановились и здесь будут кустики и наверно здесь будут тоже не знаю короче копаем практически вручную не практически а вручную а Продолжение следует... 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 Вот, забиваешь арматуру сбоку, с одной стороны, с другой стороны, и вот этими болтами регулируешь там высоту. Ну, прикольная идея, но они нам не пригодятся, потому что они вот здесь вот сильно толстые, а мы хотим прямо к бетону их, поэтому здесь уже дальше будет асфальт идти. Асфальт Здесь нет. Какие мне сегодня одеть? Сначала мне жена купила вот эти, они без железного носа, я ей сказал, что ты мне без железного носа купила. Потому что я обычно вот такие, ну они похожи, но это другие, те я не помню, как называют. Я не знаю, это кожа или что это? Похоже кожа. Или не пупает они кожа? Короче, не знаю. Эти, наверное, 80 баксов стоят, а эти, она не говорит, короче, между 100 и 200. Я не удивлюсь, если... Если больше 200. Нет, не больше, я не думаю, она мне сказала. Короче... Ну, 2 кг, вы видите, где? Ну да, но он без носа, без железного. Я их на лето оставлю, а эти, не знаю. В общем, решил я все равно одеть сапоги. Жена будет ругаться, конечно. Мне, наверное, проснулся ребенок 90-х. Я еще шнурки сохранил. Шнурки уходят быстрее, чем обувь. Я бы, конечно, ребята, еще их носил, но уже где металл вот это протерлось, и туда, короче, затекает вода, и... А так они очень удобные, и они еще как бы, ну, нормальные. Поэтому... Блин, я их не выкину пока. Я их не выкину, потому что там внутри надо вытащить стельки. Потому что у меня плоскостопие. А без стелек, ребята, у меня будут проблемы с ногами. Мы в дождь готовы работать. Нам лишь бы дома с женой не сидеть. Готовы в любую погоду работать, да? На аптеке. Лишь бы дома не сидеть. У меня, кстати, это... У меня завтра 16 лет совместной жизни. С женой. Поздравляю. Я почти уверен, что многие люди даже не поставляют себе такую Америку. Леха порвал. Короче, да, у нас романтика здесь полная. Ну, не так уж и поздно, но мы хотим закончить, да. Пять часов, да? Да, ребят, хотим закончить. Дождь валит. Доброе утро. Доброе утро. В общем... Ночью подождю. Ну, вот так сделали. Здесь, короче, металл сделали, чтобы не прикасалось к дереву. Хотя там она совсем чуть-чуть прикасалась. Так получилось. Теперь будем ждать, пока потеплеет. Или хотя бы подсохнет. Нам это важнее. Склон от дома. Вот так, в эту сторону. Так получилось. Уже не снимал. Сегодня будем, наверное... Сегодня-завтра вроде у нас еще есть ступеньки, можно будет положить. Здесь вот так. Кстати, нам предлагают работку здесь застелить. Балкон. Может, возьмемся, не знаю. Так. Вот так все выглядит. Сейчас пойду проинспектирую, что там после дождей. Вот, боюсь, я вот там за сбоку то, что все-таки на потревоженной земле. Примерно ровно, если мы подсохали. У нас две с магазина одного и одна с фабрибом. Капец. Ты прямо это... Смотри, йог. Почти йог. В общем, сегодня занимались еще... Провели сюда. Оказывается, тетечка увидела, что здесь есть возможность посадить цветочки. И туда пришлось копать опять все. Искать линию и сюда заводить. В общем, вот так, ребята, выглядит все. Эй, ребята. А ты попробуй открой теперь. А, да? Проще весь ящик поднять. А, там кнопка какая-то? Зачем? А здесь кнопка встала, потому что с правильностью она открываешь. Короче. Ненужная вещь. Непонятная зачем. Ладно. Но надо. Говорят. Говорят, что надо. Ну, инвектор не примет. Ну, короче. Сейчас. Я вас вот здесь поставлю. Смотрите на камышки. Ну что, чего так тяжело открывается? Вот тут паримся. Здесь написано. Лифт. Here. Получается. Три сюда. Две наверх. Одна вниз. Это чтобы не писать воду. И два здесь. Вот и все. Изи. Изи пизи. Лемон сквизи. Здесь застроим сейчас стеночку и все. Красота. Не писаная. Всем привет, ребят. Последний день в этом видосе. Доделали баксы. Засыпали камушком. Доделали эту стеночку. В общем, получилось вот так. Супер круто. Включать мы не будем. Здесь, кстати, почистили все. Поровнее сделали. Здесь надо будет просто засыпать камушком. Попросили нас, это уже экстра, провести сюда. Еще увидела хозяйка. Говорит, о, классно здесь цветочки посадить. А мы такие, ну, просто, конечно, все копать. Искать эту линию. Нам надо было знать, какая именно линия. Здесь, короче, сначала она хотела, чтобы была земля. Нет, сначала они хотели, чтобы была щебеночка. Потом они захотели, классно, чтобы выглядеть земля. Теперь они передумали, и они хотят опять щебеночку. В общем, нам придется опять сюда технику загонять. Получается, застилать тряпкой и камушком таким, речным. Здесь и здесь засыпать. Еще провели сюда эту, ну, low pressure, эту поливалку. Потом в нее втыкаются маленькие такие трубочки, прямо где кустик. Это, наверное, уже по весне, ребят. Поэтому не покажу, как это работает. Включать тоже будем, наверное, по весне. Потому что, если наполним эти сейчас трубы водой, надо будет продувать. А это не хочется делать лишний раз. В общем, что еще? Еще, в общем, они попросили. Это тоже уже экстра работа. Не понравилось им вот эти камни. Хотя оно очень классно, красиво смотрится. Ух ты, я прям, прямо тону тут. Все так намокло. Здесь олени тоже тонули, походу. Не понравились вот эти камни им. Точнее, тут они везде, эти камни. Вот так. Но они говорят, вы можете их убрать. Потому что у нас здесь змеи. Ну, у нас в Вашингтоне нет ядовитых змей. Ну, может, просто не хотят, чтобы здесь были. Убрать эти все камни и засыпать вот таким вот. Или другим, или таким вот камнем тоже. В общем, придется опять технику загонять. И вручную убирать, и потом засыпать. Но это тоже экстра work. Так что, так что вот так, ребята. Сейчас мы уже работаем. Можно сказать, уже работаю над последним видосом. Надеюсь. В общем, ребят, ну, обещал, обещал, что последнее, последнее. Но здесь работаю, что поделать. Заканчиваем уже, я думаю. Уже или на этой неделе, или чуть-чуть на следующей. Сегодня среда. Что потом уже будем по весне здесь доделывать мелочевки. Включать спринклс и все такое. Здесь еще сосед попросил. Короче, стеночку ему построить. Мы пока приостановили. Вот здесь вот. Вот этот край приостановили. Потому что сосед хочет, чтобы вот здесь тоже такую стеночку сделали. Мы ему дадим 5000 за эту работу. Вот ждем, согласится, не согласится. Если не согласится, мы свое заканчиваем и все. В общем, вот так. Кстати, чуть не забыл. Открою, чтобы было светлее. Компьютер мы не поставили. Но у меня на канале, где мы строили дом и делали спринклсы, есть то, как я подкричал компьютер. Вообще, ребята, это очень легко и просто. То, что черный, который я соединил с каждого Валва по одному, с черным, это идет на камон. А остальные все по цветам. Получается, каждый цвет это линия. Вот и все. Компьютера нет. Мы как бы его не доделали. Не знаю, будем ли мы это делать в этом году. А может быть, придется по весне. Так что так, ребята. Мы на этом объекте еще не закончили. Кому интересно, подписывайтесь, увидите, что дальше. Бойтесь Бога. Любите жену. Воспитывайте детей. Работайте. И ешьте сахар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok